Добрый день, Алексей Пашков на связи. И сегодня мы с вами, как я и обещал, поговорим про знаменитый рисунок. Рисунок, выполненный Уильямом Блейком, английским уникумом, который прославился и как поэт, и как художник. Этот рисунок давно запал мне в душу. Дело в том, что на заре своей просветительской карьеры я хотел сделать лекцию про Уильяма Блейка. И даже начал ее готовить. Но потом, увы, никто на нее не пришел. Этот шрам в моей душе не зажил до сих пор. Но зато мне запомнился рисунок. И, по-моему, даже я о нем один раз вам уже рассказывал. Но не грех повториться. Я просил вас во вступление к этому видео подумать и выдвинуть предположение, кого этот рисунок может изображать. Голый человек, весьма атлетичный и, видимо, не глупый. Редкое сочетание. У него в руках циркуль. И он что-то такое сложное этим циркулем выстраивает. Кто это может быть? Давайте я сразу выложу карты на стол. Перед нами сэр Исаак Ньютон. Да, именно так Блейк изобразил знаменитого физика и естественного испытателя. Странный образ, не правда ли? Первое, что вам может прийти в голову, если вы попытаетесь понять, почему Блейк изображает его именно так, ну, наверное, вы предположите, что он хочет прославить его, сравнить с античными мудрецами, с, ну, например, с Евклидом или с Пифагором. А обнажен и мускулист у него Ньютон, потому что такой образ сразу же у нас в голове связывается с античностью. То есть он прекрасен внешне, как люди Древней Греции, и прекрасен внутренне, так же, как древнегреческие мудрецы. Версия хорошая, но если мы присмотримся к его лицу, то, я думаю, быстро поймем, что в его глазах, очень сосредоточенных, очень внимательных, есть что-то недоброе, что-то зловещее на его лице написано. Что касается красоты, то не забывайте, и Люцифер был прекраснейшим из ангелов. Красота тоже может быть зловещей и опасной. У Блейка красота именно такого рода. Дело в том, что мы хорошо знаем, Блейк ненавидел Ньютона и постоянно подвергал его жестокой, беспощадной и очень едкой критике. Это хорошо известно по текстам, которые Блейк оставил. Почему же он так плохо относился к своему согражданину и великому ученому? А дело все вот в чем. В истории есть множество примеров того, как человеческий разум сопротивляется взглядам, которые вроде бы устаревшие, но очень уютные и очень приятные. Я в очередной раз в этом убедился, когда готовил для вас курс по стоицизму, до которого, кстати говоря, осталось уже совсем недолго. Стойки, для примера вам покажу, считали природу нашей заботливой матерью. Они говорили о том, что природа это единое целое, все в ней связано между собой, все в ней разумно устроено, природа заботится о судьбе каждого из своих детей. Согласитесь, приятно жить в мире, на который ты смотришь через призму таких взглядов. Конечно, современному человеку сложно думать о природе в таких терминах. Как, по-моему, сказал Лотман, знаменитый русский культуролог, который, соответственно, исследовал в частности творчество Пушкина, вот если не ошибаюсь, он сказал, что мы можем прочитать все книги, которые читал Пушкин, но мы не можем расчитать тех книг, которых у него не было. Очень меткое замечание. Действительно, после книг Дарвина или, например, Ричарда Докинза, чью книгу «Эгоистичный ген» я всем постоянно горячо рекомендую, нам уже, конечно же, сложно смотреть на природу как на разумную и заботливую мать. Но расставаться с воззрениями, которые озвучивали Стойки, ну и многие мыслители после них, тяжело и неприятно. Именно поэтому Дарвина после выхода его книги настолько принимали в штыки. Именно поэтому появились многочисленные карикатуры на него, ну, подобные вот этой, например. Карикатуры не остроумные. Изобразить Дарвина с телом обезьяны. Много ума не надо, откровенно говоря. Да, среди критиков Дарвина не было людей, которые по таланту были бы сравнимы с Уильямом Блейком. Поэтому ничего подобного Блейковскому Ньютону на Дарвина создано не было. Но нужно понимать, что психологическая основа, скажем так, у этих карикатур и у рисунка, созданного Блейком, одна и та же. За что Блейк не любил Ньютона? А за то, что ему казалось, что Ньютон пытается сорвать вуаль загадки с мироздания. Объясняя, как работает физика, каким образом естественные законы определяют все от движения пылинки до движения светил в небе, он таким образом мир раздевал, делал его пустым. Ньютону казалось, что в таком мире, где все доступно человеческому разуму, все объяснено, все работает как часовой механизм, в таком мире не остается места для Бога. А Уильяму Блейку это очень не нравилось. Он набрасывался на Ньютона за его труды по оптике, которые, как вы знаете, у него тоже были. Причина та же самая. Блейк считал, что если смотреть на оптику и на человеческое зрение через призму открытия Ньютона, то не останется места для зрения сверхъестественного, которым сам Блейк, по его же собственному утверждению, обладал. Дело в том, что Блейк был мало того, что поэтом и художником, так еще и духовицем. Да, к нему постоянно являлись духи, он их более того зарисовывал. Среди этих рисунков есть вот такой довольно жуткий, он называется дух блохи. Вот некое существо сверхъестественное ему явилось, похожее на гигантскую блоху. И Блейк утверждал, что все он видит неким особым зрением, для которого нет места в теории Ньютона. То есть Блейк считал, что Ньютон как бы выхолощивает окружающий мир, делает его холодным, равнодушным, потому что все в таком мире сводится к физике и ее законам. Не остается места для чего-то тонкого, сверхъестественного, непознаваемого. Ну, что тут скажешь? Парадокс заключается в том, что этот мой рассказ о взглядах Блейка на Ньютона, вы прямо сейчас смотрите на экране, существование которого было бы невозможным без открытий того самого Ньютона, без тех открытий, которые так не нравились Блейку. Я думаю, что таким образом история расставила все точки над «и». Но тем не менее, следить за тем, как человеческая мысль реагирует на прогресс, очень любопытно, особенно если реакция настолько талантливая, как рисунки Уильяма Блейка. Действительно, в его Ньютоне, который с мрачной и зловеющей сосредоточенностью что-то чертит, как бы расчленяя, подобно какому-то дьявольскому хирургу, ткань бытия, чтобы вынуть из нее живую душу, согласитесь, это сильный образ, особенно если понимаешь, что за ним стоит. Но после всего этого остается вопрос. А стоит ли обращаться к прошлому? Стоит ли изучать взгляды людей того далекого времени, даже если эти взгляды кажутся нам устаревшими? Ну, как, например, повторяюсь, мне кажутся устаревшими многие взгляды стойков. Мне кажется, что да. По крайней мере, в случае со стойками точно стоит. Потому что, хотя, конечно, все их рассуждения о единстве мироздания и о том, как природа заботится о своих детях, мне кажутся, повторяюсь, несколько наивными, тем не менее, у них ведь было множество других ценных открытий, практического свойства. Я много раз вам уже говорил о том, что стойки — это прежде всего люди, которые искали ответы на насущные вопросы. Как вам вести себя со свекром или со свекровью, которые лезут в ваши семейные дела? Как удержаться и не наорать на нашкодившего ребенка? Как реже ссориться с мужем или с женой? Вот вопросы, ответы на которые они искали. И их ответы ничуть не утратили актуальности со временем. Где-то рядом с этим видео должна быть ссылка на запись в предсписок к курсу по стоицизму. Если вы еще не там, очень рекомендую вам на эту ссылку кликнуть.